добрый день дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня пятница 2 сентября я вас поздравляю с началом новым учебного года для всех это пора период такое знание периода обучения и я желаю вам всего самого хорошего желаю получить новый опыт новые знания новые навыки которые пригодятся вам в будущем ну а я сделала такой небольшой перерыв три дня не писала и вот сегодня решила дать такой краткий обзор по основным валютным парам и давайте так посмотрим на экране у нас пара евро доллар что я ожидаю сейчас я уже не буду говорить до обеда потому что я записываю достаточно поздно уже 11 утра я записываю обзор смотрите восходящий тренд у нас на днях на неделях он нисходящий видите вот он нисходящий тренда нас всю неделю как он пошел я и говорила что тренд у нас нисходящий на этой неделе мы идем вниз но вчера на днях показала вот здесь но я просто не давал это обзор показала что разворачиваемся на днях и вот сегодня второй день мы идем я полагаю что мы пойдем вверх вот здесь вот такой важный уровень здесь вот пересеклись недельная линия видите мы ее столько тестируем на здесь не только недельная но еще такой уровень сопротивления достаточно серьезный вот и все зависит от того если мы вот закрепимся выше вот этого уровня это где-то 11 ой один 11 965 970 я ожидаю что мы во второй половине дня вполне можем дойти сюда это 112 530 и даже выше можем 112 где-то 660 это месячная линия вот но там по моим то вот эта линия месяца вот вполне что я ожидаю во второй половине дня ну естественно мы можем видите как внутри дня волатильность достаточно такая интенсивная высокая и мы вполне можем кинуть для начала свечку сюда вот протестировать еще раз линии месяца разворотной линии дня и пойти вверх но вот такие вот ожидания цель я говорю еще раз повторюсь это один 12 531 12 665 вот где-то вот так ну что ж это было у нас пара евро доллар а теперь мы переходим к паре доллар франк значит на экране у нас пара доллар франк что по этой паре как я и говорила в начале недели вот у нас тренд восходящий продолжается желтенькие линии это линия недельного тренда но на днях у нас тренд нисходящий вчера еще поменялся вот и сегодня продолжение движения цель я думаю на сегодня вот во второй половине дня мы вполне можем прийти сюда это 0 976 69 0 977 30 где-то и ожидаю даже и ниже 0 973 60 вот 50 на 972 даже эта линия месяца вот мы вполне можем сюда прийти хотя я допускаю что даже вот так вот я не знаю сегодня если честно я не смотрела есть какие-то новости что есть но вполне мы можем как вот вчера такие красивые такое красивое движение вниз так и сегодня вполне мы можем даже сюда дойти до девятьсот семьдесят ой девятьсот шестьдесят девять ну 970 969 60 50 вот так вот такие у нас ожидания потому что месячный тренд пока еще вниз такие у нас ожидания по паре доллар франк на сегодня следующая пара у нас фунт-доллар вот пара фунт-доллар у нас я вам говорила еще на прошлой неделе что мы развернулись на месяцах развернулись еще даже на прошлой прошлой позапрошлой неделе мы развернулись на месяцах мы идем вверх вот но однако хоть и дневной тренд сегодня вверх вот видите может быть даже на закрытии мы пойдем вниз развернемся либо уже в понедельник мы развернемся вниз потому что идет пересечение дневных линий и вот следующая неделя я полагаю вот тоже идет пересечении это где-то будет во вторник наверняка уже можно будет становиться вниз но я скажу в понедельник более конкретно хотя вот я ожидаю в конце дня в понедельник либо во вторник в начале дня мы развернемся недельный тренд развернется вниз вот такие ожидания по паре фунт-доллар ну а на сегодня видите пока еще тренд вверх мы можем еще кинуть вот что-то сюда вот ожидания мне где-то можем протестировать также хай вчерашнего дня это что у нас это один триста двадцать девять девяносто но один триста тридцать где-то мы можем и повернуть вниз сюда к недельным линиям это где-то один триста двадцать один двадцать четыре вот что-то такое в этом диапазоне ну и пара это был фунт-доллар на очереди у нас пара доллар иена пара доллар иена на экране тренд недельный восходящий как я говорила еще на проза позапрошлой недели на прошлой прошлой неделе мы развернулись вернее в начале да и мы пошли вверх и вот идем вверх хотя сегодня уже тренд у нас дневной нисходящий еще вчера он показала что мы пойдем вниз прямо но опять таки так как я вчера не давала вот сегодня вы видите пересечении значит скорее всего все таки мы пойдем вниз но пока что видите мы отработали разворотной линии дня и пошли вверх отработали вторую и вот линию недельную почти чуть немножко еще бы коснулись и а цель у нас вот где-то 100 ну где-то 102 102 200 вот так вот 102 180 где-то в этом диапазоне мы можем сегодня после обеда прийти сюда хотя недельный тренд еще вверх вот но на днях мы развернулись второй день уже показывает что мы идем пойдем вниз все что я хотела сказать по основным валютным парам ну могу еще добавить сюда австралийского доллара в паре с американским долларов вот на экране у нас австралийский доллар в паре с американским недельный тренд он вниз вот недели тренд а дневной уже второй день нам показывает что мы пойдем вверх вот здесь была цель на днях и вот смотрите 0 70 756 22 вот здесь зависит от этого уровня это уровень такое сопротивление хороший потому что мы как бы развернулись уже второй день идем вверх и при пробое я ожидаю что мы можем так как сегодня все-таки восходящий тренд мы можем спрести сюда 0 759 97 0 760 вот так и даже возможно и выше вот все зависит от волатильности как но вполне можем прийти еще раз протестировать разворотную линию дня так как внутри дня вы идите волатильность такая достаточно высокая вполне можем отсюда то есть кинуть свечку сюда и пойти дальше вот сюда на вот этот уровень 0 и 760 вот 0 5 вот где-то так где-то в этом диапазоне хотя можно и выше за окно у меня детишки детская площадка кричат вот все что я хотела сказать на сегодня по основным валютным парам и вот еще одна дополнительная я благодарю вас за внимание ставьте лайки пишите комментарии делитесь с друзьями я всегда рада отвечать я всегда рада делиться с вами своими наработками своими знаниями еще раз благодарю вас за внимание хорошего вам профита приятных выходных и пока пока до понедельника